Отечественные автомобили-строители никогда не страдали желанием усовершенствовать свои творения, хотя в процессе эксплуатации недостатков являлось немало. Вот, например, старушка Нива. Выпускать ее начали, страшно сказать, в 77-м году прошлого века. И с тех пор конструктивно эта машина практически не менялась. Все, что не устраивало, владелец менял сам. Кустана. И только с приходом в нашу страну рыночного закона спрос рождает предложение, на сцене появился новый автомобиль, уникальный, Рысь. Рысь не Нива, и это не ошибка. Разработчики провели огромную тестовую и бумажную работу, согласовали изменения с инженерами Автоваза и узаконили все усовершенствования. В результате машина получила собственный ВИМ-код. Совсем недавно автомобиль появился и на украинском рынке. Куда отправиться тестировать внедорожник? Конечно же, на бездорожье. Дуэль в нашем тесте мы решили провести между двумя автомобилями. Бронто, Рысь и стандартной Нивой. Внедорожный потенциал легендарной Нивы ни для кого не секрет. Однако у стандартного авто есть своя ахиллесова пята. Диагональное вывешивание. Благодаря самоблокирующимся дифференциалам в переднем и заднем мосту, препятствие, которое не может преодолеть стандартная Нива, для Рыси просто не препятствие. Основной акцент создатели Рыси сделали именно на улучшении внедорожных характеристик автомобиля. Стоит отметить, что такая модернизация просто напрашивалась после выпуска более комфортного вседорожника Chevrolet Niva. Вполне логично развести эти машины в разные классы. Вседорожник Chevrolet Niva и суровый аскетичный покоритель бездорожья на базе старушки Нивы. Часть проблем, связанных с излишней вибрацией в ВАЗ-2121, сумели справить сами тольяттинцы, применив новые карданы и доработав трансмиссию. Труд превратить скромную Ниву в яркий, надежный и серьезный внедорожник взяло на себя российское предприятие Bronto, находящееся все в том же Тольятти. Самое главное, что в автомобиле установлены самоблокирующиеся межколесные дифференциалы в переднем и заднем мосту. Сделан, произведен лифт подвески за счет установления проставок. Также установлены более усиленные пружины, амортизаторы с увеличенным ходом. Для увеличения тяговых усилий установлены редуктора 4.1. Очень удачно, что авторы этого автомобиля сохранили прежний, довольно примитивный салон. Машина осталась максимально доступной по цене, да и характер у этого покорителя. Бездорожье такая простота к лицу, и грязи не боится, и чинить недорого. Измененная подвеска стала намного комфортнее. На разухабистых лесных дорогах ее комфорт оценит любой водитель. Все автомобили в базовой комплектации имеют в своем активе литые диски 15, резинку с грунтозацепами 235-75 под названием «Медведь». Под эти, скажем так, внедорожные колеса были доработаны арки. Второй важной частью теста стал въезд на песчаный склон. Именно здесь наиболее ярко проявили себя новые, более тяговитые редукторы. Рысь легко вкатилась на холм, там, где стандартная Нива, двигалась на повышенных оборотах двигателя и буксуя. Создателям рыси, безусловно, удалось успешно доработать машину, увеличить ее надежность и внедорожные характеристики, не ухудшив поведение на дороге. Но самое главное, хозяин рыси может быть уверен, его машина безопасна и все изменения абсолютно легальны. Алексей Мамонтов, Дмитрий Шибаев, Видеоновости.